Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1011. События дня. 2 Тимофея 2.11.13. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и возживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. За 22 сентября 2018 года. Ну вот наше объявление, почитайте. Меня попросили сделать это, я выставляю его, а какая польза нет, не знаю. Ну и вот тут. Соревнование, или как сказать, конкурс между разными сайтами. Должен дать ответ. Ну вот они выставили. Я отвечаю, что врачи должны лечить, здоровый образ жизни для этого не распространяют. Я говорю, слишком незначительная задача поставлена перед сайтом. Это зависит от его хозяина. Сколько ни живи, а конец у всех один. Ну и далее Сирахов, 41 глава. О смерть, как горько воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях. Для человека, который ничем не озабочен, но во всем счастлив, еще в силах принимать пищу. То есть, желудок работает, кишечник нормально. О смерть, отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах. Для престарелого и обремененного заботами обо всем. Для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Не бойся смертного приговора. Вспомни о предках твоих и потомках. Отоприговор от Господа на всякой плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Десять ли, сто ли или тысячи лет? В аде нет исследования времени жизни. И другие тут еще тоже. Сайт библейский будет говорить о жизни вечной. Как быть угодным Богу во Христе Иисусе. И как достичь пребывания навеки в Царстве Небесном. И тут адвентисты седьмого дня тоже там выставили. Я отвечаю. По каждой теме, зная, кем она объясняется, адвентисты седьмого дня, православный будет осторожно сравнивать со святоотечественными, с патрологией имени. А это 300 томов трудов святых отцов Вселенской Церкви Христа. Начиная с первого века. И это необходимо для того, чтобы не напитаться ересью. Ну, я не знаю, кто конкурс устроил-то. А если это адвентисты седьмого дня, им это не понравится. Ну, я сказал, Матфея 23, 15. Горе вам, книжники-парисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Ну, вот вчерашний день прошел, у меня не делается ничего по интернету, связи нету. А из Барнолова мне позвонили, неужели у вас никого нету, кто бы там пришел и подсказал там, что делать-то. Ну, я, у меня здесь Игнатов Сергей Егорович, я просто так, ну, подошел, говорю, вы что-то знаете, тут присел. Да я тоже, бывает, по работе работаю. Пришел и я ему передал все. И вот на крыше у нас там тарелка, на крышу залазит такие, лесенка такая, вихлястая. И там по шиперу идти, по-сырому, скользят ноги, наклонные, ну, раз-другой, раз-другой. Я уже на больше, несколько десятков раз, наверное, туда слазил. То вытащить, то сим-карту эту менять надо на телефон, чтобы что-то снять. Ну, такое непонятное. И все-таки именно меня запустили. Там заплатили, а дальше не хватило кода и, видимо, сняли все это. Трафик какой-то, мне слова-то эти даже неизвестны. Обычно заплатят 500 рублей, это и все. А тут нет, платят, платят по 500 рублей, а тут 800. Да еще за мегабайт, за 1-2 рубля. Так мегабайт, а у меня за неделю бывает 100 гигабайт. Ну, ясное дело, что это еще нет. Нигде не соглашаться. Ну, и сказали заменить теперь сим-карту, купить. А сегодня заказал. А вчера полдня прошло, наверное. Ну, утром после богослужения. Да. Где яма из песка подсыпали, а сверху и... Ну, нормально. Я боялся первого мостика, они разбомбят такие здоровые машины. Но все, оказалось, выдержали. Ничего не нарушили. И мне познакомиться охота с этим человеком, что так добросовестно привез щебень, чтобы мы заделали их... Ну, трассу-то они выворачивают перпендикулярно. А на песок... Но колеса-то режут. И режут... А там щебенка-то только в верхнем слое, дальше песок идет. Ну, вот вчера так и день прошел. А вчера-то это суббота была. Так. Ну, я... Вечером мы на вечерне были. И так день прошел. Вечером мне все-таки дали тут заглянуть. Маленько успел поставить. Уже звонят, спрашивают, что случилось. Двое суток нету. Ну, нету связи, нету. Телефон не работает, нету. Что-то там забарахлило. Где-то там, у кого-то где-то. Ну, вот я всем задал вопрос. А что делать? Вот выборочно пропускают меня на мой мир. А больше нигде не пропускают. Ну, я... Тогда... И мне написали. Сергей Александрович Новиков. Это один из вариантов для обхода блокировок. Поможет или нет, кто знает. Я использую его. Вот. Первое. На рабочем столе кнопка «Пуск». Левый и лишний угол экрана. Мышкой клик. Столкнуть. Строчки поиска. Чуть выше над кнопкой «Пуск». Набрать свойства браузера. Внайденный чуть выше результат. Мышкой клик. Выбирать подключение. В верхней части окна. Мышкой клик. Далее. Настройка сети. Справа пониже. Снять галочку на строчке. Автоматическое определение параметров. Поставить галочку на строчке ниже. Использовать сценарий автоматической настройки. И в строчку ниже адрес. Ввести следующее. Не ошибитесь. И вот здесь дальше показывает. Просто вот такое, такое, такое. Далее нажать «Ок». Еще раз «Ок». Вот также картинка инструкции. Сергей опять. Также можно почистить историю браузера опера. Открываем браузер опера. Верхний левый угол меню. Клик мышкой. Строчка «История». Клик. Очистить историю. Посещение. Поставить все галочки, если не стоят. Выбрать временный диапазон. Все время еще «Ок». После этого на всех ресурсах нужно будет заново вводить пароль и логин. На видеоканале опять выбрать классический интерфейс. Ихтушенко, Сергей. Игнатий Тихонович, мир вам. Попробуйте зайти на YouTube через другой браузер. Google, Chrome, например. Если не поможет, нужно попробовать зайти на YouTube через... Вот так. В опере он включается следующим образом. Меню, настройка, конфиденциальность, дополнительная и па. И пэн. Так, ну и дальше еще тут говорить о добрый плотник, почистить от вирусов. Ну и вот так все. А показывать дальше я ничего не могу. Просто не могу. Я покажу, а что. А одно пишет, что допуска нет. Вот так. Хотел показать, но и это даже не покажешь. Ну и все на этом. Попробуй.